Привет от дронов в Волгограде, пока оккупанты и боеприпасы. Черная коробка, почти миллиард долларов потерь для Кремля. Встреча Байдена и Си, передышка для мира, а мира этим двоим точно хватит. Что чему равно, сегодня считаем и анализируем. Просто здесь эта программа 20 минут, я Ирина Узлова. Шойгу Герасимов, а что с боеприпасами? Часть из них отправилась к бывшему заказчику, на тот свет к Пригожину. Россия потеряла еще один арсенал в результате пожара, который ночью произошел на территории одной из воинских частей Волгоградской области. Об этом сообщили в нашей разведке. Не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность Украины к пожару, но еще одного арсенала враг сегодня лишился. Сказал представитель главного управления разведки Андрей Юсов. Он намекнул, что речь идет об арсенале Грау в воинской части под номером 57-229-51, где находится склад артиллерийских боеприпасов. Напомню, в ночь на 16 ноября хлопок пророс на территории воинской части Минпоражений Волгоградской области РФ. На месте мощного пожара было замечено много машин спецслужб, а жители города проснулись от звука взрывов. Пожар на объекте Минобороны страны агрессора начался около часа ночи. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ожидаемо заявил, что пожар был оперативно локализован и потушен. Пострадавших и повреждений гражданских объектов не было зафиксировано. Вот это и неудивительно, потому что целью беспилотников божьего наказания являются только военные объекты. О причинах возгорания Бочаров почему-то решил умолчать. Лишнее внимание к очередной потере Волгоградской области решили не привлекать и в Министерстве пресечений страны агрессора. Зато уже традиционно отчитались о своей теперь перманентной беде. В Минобороны РФ сообщили о якобы уничтожении беспилотников на территории Брянской области РФ и над акваторией Черного моря у побережья временно оккупированного Крыма. Российское командование сообщило, что атаку осуществляли беспилотниками самолетного типа. Два беспилотника добрались до Брянской области, три до Крыма. Силы ПВО пишут, россияне уничтожили все беспилотники. Представители российских властей уверяют, что они были сбиты и пострадавших нет. При этом указывают, что на место событий отправлялись зачем-то специальные службы. Было громко, продолжают почему-то удивляться местные крымские панаехи в украинском Севастополе. А дальше будет ярче. Голливуд атакует Крым. И это только начало кинофраншизы. Вот только последствия для россиян не киношные, а более чем реальные и катастрофические. Такого в кино не покажут. Главное управление разведки Минобороны Украины продемонстрировало, на каком высочайшем профессиональном уровне осуществляется подготовка наших бойцов к рейдам на территорию временно оккупированного Крыма. Оскароносные не только лишь кадры, но и сами операции. Операции осуществляли воины Стугны и Братства в составе спецподразделения Тимура Гур. Мотивированные разведчики, спецназовцы Гурмо Украины продолжают свой славный боевой путь, демонстрируя храбрость и хладнокровие во время боевых задач. Отчитываются в разведке. Впервые о проникновении украинских бойцов в Крым сообщили в конце лета. 24 августа около пяти утра на полуострове произошел бой с участием авиации. Тогда в результате спецоперации Гур было повреждено четыре быстроходных катера и ликвидировано не менее 30 россиян. 4 октября рассказывали, что спецназовцы снова десантировались в Крыму и ударили по российским оккупантам. И днем, и ночью круглосуточно командующий воздушных сил генерал-лейтенант Николай Алищук поблагодарил бойцов за эффективное уничтожение вражеских дронов и показал боевую работу за прошедшие сутки. На видео уничтожение шахетов подразделениями воздушных командований Юлки и Запад. На кадрах зафиксирована работа мобильных огневых групп ночная из разнообразного стрелкового оружия днем из зенитной установки 23-2. Напомним, силы и средства воздушных сил ВСУ в ночь на 16 ноября уничтожили 16 из 18 ударных дронов России. Вечером также была сбита авиационная ракета Х-59 на Полтавщине. 800 ракет именно такой арсенал Россия накопила во временно оккупированном Крыму, дабы бить по украинской энергетике зимой. Ракеты воздушного базирования типа «Калибр Ионикс» рассредоточены там, где будут загружаться самолеты. Планы врага раскрыла руководитель Объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. На Крымском полуострове у врага развернут мощный хаб военного ресурса. Потенциал враг накапливает, и это очевидно. Ракеты воздушного базирования, соответственно, рассредоточены там, где будут загружаться самолеты. Мы говорим о готовности более 800 ракет общего количества к использованию врагом для энергетического террора. Копите-копите, в ответ полетит еще на минус 900 миллионов, если не миллиардов. Круче, чем у любого блогера распаковка от наших разведчиков. «Калибри» – это единственная птичка, которая умеет летать задом наперед. Благодаря этому они могут совершать маневры задом, наперед, вбок, вертикально приземляться и зависать в воздухе. Еще более крутые маневры будет осуществлять изготовленный в Украине баражирующий боеприпас «Бобер», который способен преодолевать расстояние до 800 километров. И это далеко не единственная составляющая «Блэкбокс», которую любезно для наших зрителей распаковали в Главном управлении разведки. Это беспилотник украинского производства «Бобер», который способен уничтожать цели на расстояние до 800 километров. Данный баражирующий боеприпас может поражать важные цели противника на оперативно-тактической и стратегической глубине. За первые 8 месяцев 2023 года «Коробка» нанесла врагу ущерб свыше 900 миллионов долларов. «Бобер» успешно выполнял задачи в Крыму на временно оккупированных территориях Украины и, конечно же, залетал на военные объекты на вражеской территории. «Блэкбокс», к примеру, успешно атаковал хранилища, где были ракетные части к баллистическим ракетным комплексам «Искандер». Напомню, на тайный «Блэкбокс» украинцы в прошлом году собрали 230 миллионов гривен. Всего за 8 месяцев проект нанес россиянам ущерб почти на миллиард долларов. Несравнимо. Еще большие потери ссулят россиянам, если они решат штурмовать Авдеевский Коксахим. Аналитики британской разведки отмечают, что последние недели российские войска продолжили атаки на Авдеевку, пытаясь окружить город. Британская разведка указывает, что в боях за Авдеевку российские оккупанты достигли определенных успехов, которые помогли им приблизиться к Авдеевскому Коксахимическому заводу, ключевой тактической позиции к северу от города. Завод расположен над главной дорогой в Авдеевку, поэтому если российские оккупационные войска захватят его, Украине будет все труднее поставлять ресурсы в город. Но за этот штурм россияне заплатят невероятно высокую цену. Однако промышленный объект представляет Украине локальное оборонительное преимущество, и российские войска, вероятно, понесут значительные потери личного состава, если попытаются штурмовать этот объект. Авдеевка имеет политическое значение для РФ, поскольку расположена близко к Донецку, который находится под контролем оккупантов с 2014 года. Российские военкоры тем временем гнут линию Путина. Своих не бросаем, не жалеем, не считаем. Авдеевку мы додавим. Потеряем людей и сил очень много там. Стоит оно того? А стоило, ну, обороны ленинградского пятачка, того чудовищного количества жертв, которые там... Невский пятачок, наверное, стоило. Наверное, стоило. Миллионом больше, миллионом меньше в России продолжают помирать генералы. Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО России Владимира Сверидова и его жену нашли мертвыми. Генерал-лейтенант авиации Владимир Сверидов был командующий 6-й армией ВВС и ПВО Российской Федерации с 2005 по 2009 год. Тело 68-летнего генерала было найдено в его доме в поселке Анжиевский с Тавропольского края. Рядом с ним обнаружено тело его 72-летней жены Татьяны. Как сообщают российские телеграм-каналы, супруги погибли около недели назад. Представители газовой службы провели замеры в доме и не выявили превышение допустимой концентрации вредных веществ. Что стало причиной гибели Владимира и Татьяны Сверидовых, неизвестно. Ясно, только одно. В России продолжают таинственно умирать представители высшего военного руководства и близкие к Кремлю лица. Длинный план и загребущие кровавые ручонки. Россия планирует разжечь новую войну на Балканах. Данные о соответствующих намерениях агрессора имеются в распоряжении украинских властей, заявил и предупредил глава нашего государства Владимир Зеленский. Также общаясь с представителями африканских медиа, президент подчеркнул, что к событиям в Израиле РФ тоже приложилось. Поэтому вскоре может быть новый вызов. Обратите внимание на Балканы. Поверьте, мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, второе отвлечение будут Балканы. По крайней мере, если партнеры сейчас ничего не сделают, то будет опять такой взрыв и опять не новая какая-то история. В их отношениях кризисы давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна балканская страна сегодня воевала с другой. Удивительного мало, ведь России более чем выгодно разжигать конфликты по всему миру. Так агрессоры объединяются, а Россия надеется на переключение внимания от Украины. Я практически уверен, что Россия попробует дестабилизовать ситуацию на Балканах. Что это даст? Естественно, это новое развлечение фокуса внимания. Естественно, если оно пойдет дальше, перерастет вооруженный конфликт. Новые волны беженцев. Прошлая, вот эта ужасная, уродливая война, там она спровоцировала миллион человек-беженцев и около 100 тысяч погибших. Но это серьезные цифры. Россия пыталась раскачать там ситуацию. То есть открыть еще один фронт там на Балканах для России, в принципе, это хорошая история. Продать завершение конфликта, например, там в обмен на какие-то уступки, чтобы Путину оставили, скажем, те территории, которые он оккупировал. Но карта заведомо проигрышная. Россия не переждет войну с Украиной. Надеяться на то, что на Западе утратят к нам интерес, бесполезно. В Великобритании и другие партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько времени, сколько нам потребуется для достижения победы, заверил глава британского МИД Дэвид Кэмерон во время своего визита в Киев. Он также напомнил, что Украине за последние три месяца удалось оттеснить Россию в Черном море и открыть важные морские торговые пути для экономики и мировых поставок продовольствия. Россия считает, что она может переждать эту войну и что Запад, в конце концов, сосредоточит свое внимание на чем-то другом. Это очень далеко от истины. В моих первых переговорах с президентом Зеленским в моей новой роли я четко дал понять, что Великобритания и наши партнеры будут поддерживать Украину и ее народ столько времени, сколько им потребуется для достижения победы. Медведев заболел, но симптомы ищет у других, ведь в своем пропитом, по нашему мнению, глазу и бревна не замечает. Поддержка Вашингтоном Киева приближается к неизбежному концу, поскольку на нее уходит слишком много денег, а каких-либо успехов на поле боя у ВСУ нет, не заметил и считает так зампредсов без АРФ Дмитрий Медведев. Американские законодатели пишут, он срывает финансирование военных расходов Израиля и Украины на этот год. Причины технические и не вполне технические, не оригинально подмечает Медведев. Понятно, что в новом году все возобновят, однако, говорит он, это важный симптом развития болезни. По мнению великого геостратега Медведева, поддержка Израиля обусловлена тем, что он американскому парламенту дороже собственного, а вот Украина становится для него бесполезной. И дело не только в сварах республиканцев и демократов в преддверии выборов президента США, просто надоели уже, достали. Слишком много жрут денег, дико воруют и не достигают военных успехов. Короче, поддержка близится к неизбежному концу, добавил он. Сильно много, конечно, но не денег, а чего другого поедает, попивает Медведев и не понимает, что к неизбежному концу движется он сам. Видимо, желчью в очередной раз брызжет Медведев из-за санкционной обидки. Человек по имени Илья Дмитриевич Медведев с даты рождения полностью совпадающий. С даты рождения единственного сына бывшего президента АРФ Дмитрия Медведева попадет под ограничения, предусмотренные 12-м пакетом санкций ЕС. Об этом пишет британская газета The Guardian. Указывается, что Илья Медведев оказался под санкциями за то, что руководил компанией по дезинформации и пропаганде в Украине. Кроме того, в санкционном списке, куда внесли 47 физлиц, оказалась Анна Цивилева, жена губернатора Кемерской области и глава фонда «Защитники Отечества», который оказывает поддержку россиянам, воюющим в Украине, следует из публикации. По данным расследовательского издания агентства, Цивилева является двоюродной племянницей президента АРФ Владимира Путина, поскольку ее отец – двоюродный брат главы российского государства. Включение в санкционный список ЕС родственничков или высокопоставленных официальных лиц, включая семью Путина, разозлит Кремль, прогнозируют британские журналисты. Но мы как-то не испугались. Напомню, 15 ноября глава европейской дипломатии Жузеп Боррель в совместность Еврокомиссии передали в Совет Евросоюза проект нового пакета санкций в отношении России. Существующие санкционные списки планируют дополнить 120 новыми именами физлиц и названиями компаний, которые сыграли свою роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины. По данным The Guardian, в центре предложений по санкциям меры направлены на перекрытие доступа России к коммерческим доходам. В частности, речь идет о полном запрете на продажу на территории Евросоюза российских алмазов и ювелирных изделий с драгоценными камнями из сибирских месторождений. По мнению и подсчетам ЕС, это поможет сократить доходы РФ на 4,5 млрд евро в год. Тем временем, секретарь СовбезРФ по совместительству глашатой некрологов Путина дал указ главам российских регионов и руководству федеральных органов власти, как следует подготовиться к мобилизации экономики. «Нужно, говорит, обеспечить формирование мобилизационных планов экономики субъектов РФ и муниципальных образований», сказал он, поручив губернаторам и ответственным федеральным чиновникам держать на личном контроле выполнение этой задачи наряду с обеспечением безопасности критических объектов, включая их защиту от атак беспилотников. А что случилось? Напомню, один из самых радикальных ястребов в пантеоне российской власти, главный рупор конспирологических теорий в Кремле Патрушев, последовательно выступает за усиление экономической самоизоляции России, переход на самообеспечение по аналогу северокорейской модели Чучхе. В начале ноября он резко выступил с критикой либеральных реформ, заявив, что они и привели так массовой бедности, вымиранию населения, разрушению промышленности и едва ли не полной утрате политико-экономического сурвенитета. Ну да, да, они, а не война Путина. Украина в спектре поддержки и внимания всего мира, несмотря на надежды России. Войну в Украине обсудили два самых мощных мировых лидера – Си Цзиньпинь и Джо Байден. Китай по-прежнему предан содействию переговорам ради мира и деэскалации, сказала спикер МИД КНР Мао Нин. Одно, конечно, неизменно – войну в Украине Китай продолжает называть кризисом, а в Израиле – инцидентом. Но такая формулировка уже нам привычна, ибо свойственно нейтральной дипломатии Китая. Действительно, оба президента обменялись мнениями по международным и региональным вопросам, которые вызывают всеобщую беспокойность, включая кризисную ситуацию в Украине и Палестино-Израильский инцидент. Позиция Китая по обоим вопросам является четкой и последовательной. Мы стоим на стороне равенства и справедливости, остаемся приверженными содействию переговоров ради мира и деэскалации. Вряд ли можно представить себе более идиллическое место. Тщательно постриженные самшитовые деревья устилают гравийную дорожку возле бассейна, вода оплечется в фонтане, разноцветные фонарики висят над кустами роз, лягушка квакает у пруда, олени скачут по лугу рядом. Джо Байден выбрал особое место, чтобы принять сеть Зиньпиня для переговоров, которые состоялись 15 ноября. Президент США и глава китайского государства уединились в шикарном поместье с пышными садами на холмах к югу от Сан-Франциско, чтобы спокойно поговорить друг с другом. Они не виделись и не разговаривали целый год, ни телефонных звонков, ни видеозвонков, ничего. Теперь, спустя год и один день после их последней встречи на полях саммита G20 на Бали, в ноябре 2022 года они собираются вместе на полях саммита АРС в Калифорнии. В течение нескольких часов Байден и Си сидят вместе в поместье Филоли в Усаде, отгороженные от внешнего мира многочисленным контингентом полицейских. Они беседуют с советниками в больших и малых группах. На обед у них равиоли, артишоки и курица. А после обеда президенты прогуливаются по саду. Эти образы двух мужчин, стоящих в оглобе двух крупнейших военных и экономических держав, также призваны дать сигнал всему миру. США и Китай не стоят на пороге развязывания следующего крупного международного конфликта. Не будет войны ни холодной, ни горячей. Ведь мира для этих двоих точно хватит. Повернуться спиной друг к другу – это не выход, заявил Си Цзиньпинь. Пока Китай и США уважают друг друга, сосуществуют в мире, они будут вполне способны подняться выше разногласий, заявил Си. Планета Земля достаточно велика, чтобы две страны могли достичь успеха. Китай готов быть партнерами другом США, подчеркнул он. Но если кто-то будет рассматривать другую сторону как основного конкурента, главный геополитический вызов и угрозу, это приведет лишь к дезинформированной политике, ошибочным действиям и нежелательным результатам, заявил лидер Китая. Си Цзиньпин назвал американо-китайские связи важнейшими двусторонними отношениями в мире. Добавил, что США и Китай должны подать пример сотрудничества между великими державами. Одно из самых конструктивных и продуктивных за все время контактов с китайским лидером Си Цзиньпином назвал встречу и лидер американский Джо Байден. Президенты договорились быть на постоянной связи, теперь с возможностью немедленно позвонить друг другу при наличии причин для обеспокоенности. Но после весьма мирных и позитивных реляций Байден снова назвал Си этим словом. Я имею в виду, что он диктатор в том смысле, что он руководит страной, коммунистической страной, которая базируется на форме правления, абсолютно отличной от нашей. Ошибочка вы, что в Министерстве иностранных дел Китая решительно возразили против таких высказываний. Это заявление является крайне ошибочной и безответственной политической манипуляцией, отметили в китайском дипломатическом ведомстве. Некий контур джентльменских договоренностей, которые лягут в основу системы отношений, между странами все же достигнуто было. Да и не только, ведь речь шла фактически о сосуществовании двух супердержав, не многополярного мира, не треугольника, как бы этого не хотелось в Москве, а двух центров. Визит Си в США улучшил атмосферу в отношениях государств, как показательно, так и внутри, считают эксперты. Каждый из лидеров может записать себе в плюс серьезные вещи. Си – четкую декларацию американцами политики единого Китая. А Байден – заявление Си о желании объединиться с Тайванем, не военным путем. Договоренности о возобновлении канала в общении в кризисных ситуациях и контроле за экспортом из Китая веществ, используемых для производства синтетических наркотиков, тоже положительные. Все это, однако, не означает роста доверия между США и Китаем, а скорее нормализацию отношений. РФ на этом уровне не игрок, но влиять на баланс противостояния может и будет, чтобы доказать свою пользу для Китая, по меньшей мере, пока Путин у власти, ведь принципиально других альтернатив у него нет. Также Си заверил Байдена, вторгаться на Тайвань не будет пока. Он надеется на мирное воссоединение Китая с Тайванем, но условия, при которых может быть использована сила, так и наметил, сообщает The Independent со ссылкой на чиновника. Страна доноса в репрессии российскую художницу Сашу Скочеленко приговорили к 7 годам колонии. Таковаться на свободы в РФ за дело о замене ценников в магазине «Перекресток» на сообщение о преступлениях в СРФ в Украине. Приговор огласил Василий Островский районный суд Санкт-Петербурга, сообщает Медиазона. Скочеленко признали виновной в распространении фейков об армии России. 31 марта 2022 года она поменяла несколько ценников в питерском супермаркете «Перекресток» на мелкие бумажки с информацией о реальных действиях России в Украине. Гособвинитель Александр Гладышев запрашивал для 33-летней художницы 8 лет колонии трехлетний запрет на публикацию информации и администрирование соцсетей. Она исключительно однобоко высказывалась против российской армии и в интересах людей, чьи интересы нам давно уже понятны. Так прокурор мотивировал необходимость наказания. «Мое дело такое, что мой следователь уволился, не дождавшись даже его закрытия». В личной беседе с моим адвокатом он сказал, «Я пришел в Следственный комитет не для того, чтобы заниматься такими делами, как у Саши Скочеленко», рассказала Саша в последнем слове. Защита Скочеленко указывала, что лингвистическая экспертиза в деле не соответствует экспертным нормам. Автора независимой экспертизы по делу, филолога Светлана Друговейко-Должанскую, уволили из СПБГУ после критики первоначальных выводов экспертов. Скочеленко сидит в СИЗО с апреля 2022 года, у нее диагностированы целиакия, порог сердца, киста в яичнике, психические расстройства. Помощь художницы не оказывают, а в ходе поездок в суд лишают еды и возможности сходить в туалет. Без необходимых лекарств и диеты девушка может умереть от остановки сердца. Такая она справедливость и реальность на территории Российской Федерации и суды Ефемида, которых нет. Там уж она точно с закрытыми, но они от справедливости, от ужаса или бездействия глазами. Друзья, открываем вам глаза каждый день просто здесь. Я Ирина Узлова была с вами. Программа «Наша 20 минут». Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины, приходите к нам еще по пятим.